25 февраля депутаты законодательного собрания на встрече с губернатором Ленинградской области обсудили вопросы областного здравоохранения. Один из них касался обеспечения медицинскими кадрами медицинских учреждений, а второй – строительство лечебно-хирургического корпуса Доснинской межрайонной больницы. Председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Валикжанин рассказал, что в каждом районе Ленинградской области кадровая ситуация различная и не все обстоит так плохо, как может показаться со стороны. Отвечая на Ваш вопрос, о кадровом обеспечении системы здравоохранения, хочу сказать, что действительно кадры являются нашим основным ресурсом. За последние годы, если Вы посмотрите, я думаю, что все-таки видно, ежегодно мы, переломив ситуацию с 2014 года, наблюдаем увеличение в абсолютном количестве врачей и средних медработников. Укомплектование, и вообще такой показатель, как укомплектованности штата, она различается по районам Ленинградской области, укомплектованность различается по среднему медперсоналу и врачам. Если в Оксатогорском районе гораздо меньше, скажем, укомплектованность по врачам, по средним медработникам, она гораздо лучше. С системой, конечно, дефицит у нас сохраняется. Значит, система социальной поддержки, система социальной поддержки крайне большая. Мы для того, чтобы дисбаланс в различных, скажем, свиньях нашей сети по уравнять и нивелировать, увеличили так называемые подъемные. В прошлом году раньше они касались 15 и 30 тысяч для работников первичного свина, увеличили до 50 и 100 тысяч соответственно. С этого года мы к этой программе подключаем еще врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи. Понятно, что все эти выплаты, они только при условии трехлетнего минимума, трехлетней отработки. Сегодня областным врачам выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов после трех лет работы выплачивается около 57 тысяч рублей. Кроме того, медики в районах обеспечиваются жильем. Только в этом году были приобретены 23 квартиры, добавил глава комитета. Кроме того, заработная плата врачей в регионе – одна из самых достойных в России. Он также подчеркнул, что Ленинградская область в 2019 году выполнила все показатели национального проекта здравоохранения. Очень часто это зависит от деятельности районной команды. Мы также еще не везде решили вопрос с жильем. Люди, помимо всего, неохотно идут в профессию. Проблем в стране много, и у нас тоже есть сложности, отметил глава регионального комитета здравоохранения. Он также добавил, что с 2020 года сумма выплат участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» увеличится и будет зависеть от той территории, куда поедет специалист. В частности, что касается Бакитогорского, Подпорожского, Ладынопольского районов, выплаты фельдшерам и врачам будут увеличены, которые будут работать в отдаленных селах по госпрограммам. Вместо 1 миллиона рублей и 500 тысяч рублей будет выплачиваться 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей. На какой площадке в стране не выступали представители Ленинградской области беспрецедентные меры поддержки именно медицинских работников для ликвидации кадрового дефицита. Но когда мы смотрим на комплектованность районов, то видим даже районы с очень хорошо развитой при этом инфраструктурой, то есть с таким социальным пакетом мощным, испытывают недостатки медицинских кадров. На мой взгляд, чего все-таки еще не хватает. Это первый вопрос. Второй, с учетом того, что действительно такой мощный сейчас будет призыв из телевиков, вот в лечебное дело, педиатрию, другие специальности, прогноз ваш каков, в какое время можно будет все-таки ожидать только медицинских кадров для того, чтобы мы говорили, что здесь это нет, есть какой-то рабочий процесс. Сергей Валикжанин в ответ сообщил, что в Ленинградской области комплектуются медицинские кадры, в том числе за счет студентов старших курсов и практикантов. Действует программа наставничества. А со стороны федеральных структур ведется достаточно строгий контроль за региональным здравоохранением. Кроме того, отметил глава областного комитета здравоохранения, через 5-7 лет на работу выйдут выпускники медицинских вузов. Сейчас проходящее обучение по целевым направлениям и ситуации в лечебных учреждениях станет легче. Вторым вопросом, поднятым депутатами, стало обращение депутата фракции «Единая Россия» Ивана Хабарова, в котором он попросил губернатора Ленинградской области ускорить строительство лечебно-хирургического корпуса Тоснинской межрайонной больницы. Однако, по словам главы комитета здравоохранения Сергея Валикжанина, даже с учетом выделения в адрес Ленинградской области федеральных дрянек, нужного миллиарда в областном бюджете сегодня нет. Глава 47-го региона Александр Дрозденко добавил, что если народные избранники настаивают, то они могут проголосовать за отмену программы ремонта медицинских учреждений на ближайший год-два. Но все же губернатор отметил, что при формировании бюджета на 2021-2023 годы нужно будет рассмотреть вопрос о включении этого объекта в общую смету. По словам главы региона, в текущем году из областного бюджета на ремонт медицинских учреждений Ленинградской области выделено более миллиарда рублей, и он пройдет в 22 объектах.